Почти три десятка новых трамваев выйдет на городские маршруты. Современный общественный транспорт закупят до конца года. В чем преимущество новых составов и как изменится качество перевозок? Репортаж Екатерины Лазаревой. Водителем трамвая Светлана Шуркина трудится уже 15 лет. За это время повысила свою квалификацию до первого класса. Теперь и сама обучает молодых специалистов. Женщина работает на всех городских маршрутах. Управляет разными моделями трамваев. У водителей депо нет строго закрепленного за ними состава. Поэтому опытные работники могут рассказать нюансы каждого. Эти трамваи нам предоставил город Москва. Модель называется 71-153ЛМ. Низкопольный, мягкий ход у трамвая. Безопасный. Оборудован камерами видим наблюдения. Тоже очень важно. Я езжу на всех типах подвижного состава. Поэтому чем модель новее, тем она интереснее. Она более усовершенствована и интереснее работать. В конце года Светлане вновь придется пройти обучение. Ульяновск Электротранс планирует обновить свой подвижной состав. Теперь по улицам города будут ездить 29 новых трамваев. Вагоны будут самые современные, низкопольные, с раздельным климат-контролем для пассажиров, для водителей, для водительской кабины. Система видеонаблюдения внутри салона, с мониторингом снаружи трамвая. И, конечно, со всеми необходимым оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Чего не скажешь хоть и о проверенных временем, но и живших себя трамваях Татра. Эти вагоны не адаптированы для инвалидов. Здесь, вот на старых вагонах, которые вы здесь видите представлены, нам приходится часто им помогать. Особенно пожилым людям, кто с палочками ходит. Новые вагоны, естественно, у нас низкопольные. Поэтому заходить в сам вагон, в салон вагона будет уже удобнее пассажирам. Сейчас готовится конкурсная документация для проведения торгов на закупку. Начальная сумма контракта – 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это не только стоимость вагонов, но и полная страховка на 10 лет. В помощь предприятию ежегодные областные субсидии – 130 миллионов рублей. Регион может рассчитывать и на дополнительное финансирование по национальному проекту. В случае одобрения заявки, выделенные средства покроют половину стоимости контракта. Екатерина Лазарева, Сергей Свешников и Александр Зимкин. Вести. Ульяновск.